Белые, розовые, легкие, соломенные, замысловатые, дизайнерские. Неизменный атрибут любых скачек – дамские шляпки. Причем постоянно посещать ипподром в одном и том же головном уборе считается плохим тоном. Мы каждые скачки приезжаем и шляпки примеряем. Вот с подругой. Леди всегда ходили на скачки, поэтому я создавала образ леди. Пока леди соревнуются, кто из них краши, жакеи готовят скакунов в гонке. Кстати, вес наездников вместе с седлом не должен превышать 60 килограммов. В специальном загоне лошадей настраивают на старт. И в данном случае спокойствие – определяющий фактор. За две минуты, две тысячи метров едешь, чтобы думать, переживать. Таких времени нет. Основным состязанием дня стал заезд на Кубок губернатора Кубани. Общий призовой фонд – 3 миллиона рублей. Участие в борьбе приняли 13 лошадей. Обязательно условия – все скакуны должны быть рождены в Краснодарском крае и Адыгее. За состязанием с трибуны наблюдал глава региона. Расстояние заезда – 2400 метров. Почти половину дистанции определить лидера гонки было сложно. Участники шли, что называется, ноздря в ноздрю. Судьи в машине сопровождения фиксировали каждое движение на протяжении всего забега. Фавориты определились лишь на финишной прямой. Борьба развернулась между прошлогодним победителем с кокуном князем Юсуповым и темной лошадкой Висмусом. Именно он, жеребец из Новокубанского района, и стал первым. Давай, 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 давай! Есть! Красавчик, есть! Жакей прекрасно на эту дистанцию разложил. И, конечно, заставил волноваться, когда за тысячу метров еще до финиша он стал возглавлять эту скачку. Ну, наверное, рассчитывал, что есть силы в этой лошади. Победителей владельцев скакуна и жакея на сцене поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев выручил им заслуженную награду и отметил, что конный спорт в регионе – это продолжение исконно-кубанских традиций. Наши предки-казаки не представляли своей жизни без коня, своего надежного друга. С ним они сражались в бою, и с ним же они работали в поле. Казачат с раннего возраста учили держаться в седле, чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы они выросли настоящими защитниками своей земли. А наша Кубань, наш край славились своими породистыми лошадьми, которые во всем мире ценились за быстроту, выносливость, силу и красоту. Считалось, что в их крови настоящий казачий огонь и настоящая казачья дерзость. Наш край является лидером в России по развитию коневодства. За этими большими достижениями стоит упорный, огромный, ежедневный труд людей, которые смыслом своей жизни ставят в том числе и возрождение скаковых традиций, которые были, есть и должны быть на нашей земле. Скачки на Кубани – это больше, чем просто спорт. Казачий уклад жизни предполагал обязательное наличие в семье коня. Как дань традициям – отдельный заезд жакеи, в котором исключительно члены районных казачьих обществ. Когда-то так же лихо наши предки разъезжали по полям. Подобные соревнования – наглядный пример того, как в казачьем крае сохраняют культуру и обычаи. Я считаю, это обязательный элемент вообще конного спорта здесь, на Кубани. Почему исторически сложено, что казачество, коневодство, оно как бы всегда шло вместе, было тесно связано друг с другом. Все войны того времени не обходились без лошадей. Сегодня в Краснодарском крае в хозяйствах насчитывается больше 10 тысяч лошадей. Самая распространенная порода – чистокровная верховая. Краснодарский край – это всероссийская кузница кадров для конного спорта. Мы видим, насколько профессиональны жакеи. Они являются победителями российских международных соревнований. На Кубани очень много делается для того, чтобы растить таких чемпионов. Коневодство на Кубани – не просто развлечение, а целая отрасль, которые в регионе уделяют серьезное внимание. Специализированные хозяйства получают государственные субсидии на содержание поголовья, что позволяет приобщать к лошадям как можно больше людей. Сегодня конный спорт в нашем крае стал доступным. И многие мальчишки, девчонки сегодня могут заниматься этим спортом. А в казачьих кадетских корпусах конный спорт является обязательным предметом. Поэтому казачья удаль, отвага, стремление к победе и сегодня живут в нашем подрастающем поколении. Развивая коневодство, мы сохраняем традиции, которые позволили нашим предкам выжить, победить и создать красавицу Кубань. А значит, мы можем растить уже своих детей на основе настоящих ценностей. Традиционные элементы джигитовки зрителям демонстрируют казаки. Всадники выполняют невообразимые элементы прямо на скаку. Когда-то подобные навыки имели прикладное значение в бою. Кубок губернатора – главное событие на ипподроме. Но далеко не последнее. Впереди еще 9 скаковых дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok